Продолжение следует... Почему она имеет определенного рода, эта идея, удачу, оказывается, востребована кинематографом и вообще массовым сознанием. На второй вопрос можно ответить тоже двумя способами. Первый способ состоит в том, что человек – существо рефлективное. Это означает, что все, что с ним не происходит, с ним не происходит просто так, а он пытается этому придать некий художественный смысл. Да? Безусловно. Кроме того, таким образом он превращает простой поход в театр, в художественное представление. Работу тоже художественное произведение. Если он, как часто говорят классик, ему в жизни не повезло, и он стал посты провинциальным врачом кто-то, то он заводит пенснер, трость, писк, писк, галтар, давает себя на какую-то вещь. Если бабушка умирает, то она тоже превратит свои смерти, превращает тоже в театр. И смертельно больно, и смертельно страшно умирать. Но что она делает? Она окружает себя внуками и внучками и производит некий ритуал. Лежит себя такая вот на подушечках и превращает это в театр. Тем самым заигрывает и отменяет этого своего возраста смерти. Мы, если тогда согласимся с этой точкой зрения, окажется, что весь наш мир удивительным образом художественный. Нормальный человек всегда существует в неком художественном мире. Вот в таком художественном мире. Как бабушка, которая умирает. Как герой записан из-под поля Достоевского, у которого болит зуб, и он находит спасение в том, что выводит лады-боги. Необычайно художественно, необычайно громко. Чтобы все кругом видели, что он всего лишь здесь актер. Все, что он делает, это на самом деле театр. Вот такого рода подход. Ну давайте посмотрим на этот эстетический мир. Эстетически прекрасный мир, в котором мы со всех сторон окружены. Мы увидим, что помимо него, там стоит, за стеной его стоит всевозможная нежить. Поэтому зомби, вопирь и оборотни, это не что иное, как гоголевский бий, где стоит молодой человек и молится, а за пределами его круга, круга света, объясняется всевозможного рода нежить. Так, но в чем особенность этого мира? В том, что он постоянно сдвигает свою границу. Потому что ты смотришь за круг, и там на тебя свиное рыло, хрюкащее тебе в окно. Когда вчера хрукали везде камни. Вот оно тебе, это хрюкает тебе в окно. И ты пытаешься каким-то образом с этим справиться. Как ты можешь справиться своим образом? А тем, что ты справляешься со смертью, зубной болью, тем же самым образом. То есть берешь его просто-напросто и статизируешь. Превращаешь вот это гадкое существо, мохнатое, страшное, с крылышками, пьющую кровь по ночам скотарой у кого-то. Тебя просто кошмарный ужас. Превращаешь в симпатичного молодого человека. И даже для некоторых девушек с ними становится быть возможен роман. И оказывается, что во-первых, он совершенно замечательный и классный. Таким образом, можно сказать, что вот этот хок света человек, в котором он стоит, он стоит, молится, танцует свой танец. А кругом хрукает вот этот весь область рефлексии или нежики. Он, наверное, хок света постоянно стремится отодвигать. В конце концов, цель массового искусства в том, что вот этот хок света постоянно отодвигать. Все время превращать человека, который на самом деле умирает, превращать вот эту бабушку, лежащую на кожаных плавных стенях. И стараться, чтобы ее эстетическая процедура, вот это умирание, она была более сложной. Больше было кожевого, больше внуков, правнуков, аплодисменты, музыка, травма, что-то там еще. Ну вот так вот. Бабушка это нежить? Нет, бабушка это человек, который умирает. Вот человек просто живет, да? Ее нежитью является смерть. За то, что справиться нельзя. Но ты устраиваешь этот художественный уровень, и ты вот сидишь. То есть смерть реально везде. Да, она смерть. Ты сидишь здесь, умираешь, у тебя болит зуб, а за кругом вот этого, то, с чем ты справиться не удалось, круг вот этих книжек. То есть бытие, то есть смерть, ну там в смысле не бытие, а рефлексии, то есть той самой смерти. Вот ты вот сидишь в нем, все, что тебе удалось, ты его светил, это кусочек, кружева, внуки, ритуалы, театр, вот это все, что в этом существует. А стоит поднять глаз, этот расспрос, там за краем стоит кромешный ужас просто. Этот кромешный ужас, и как-то с ним надо справиться, его победить. И мы научились, путем массового искусства, мы этот круг света все время отодвигаем. Отодвигаем таким образом, что то, что было перед нами не житью, превращается в герой любовника, или в кого-то еще. Вот как происходит это с ампиром. А медицина этому не помогает? А, из ампир? Медицина. И медицина тоже помогает? Нет, просто я к тому, что раньше, допустим, считали, что все болезни приносят некого рода бесы, да, они вселяются, они мущают людей, да. А постепенно, как бы, все-таки это представление уходит куда-то на периферию, да, и мы понимаем, что небеса, да, как бы, а это, а болезнь там. Да. Чем сейчас интереснее зомби? Потому что зомби – это одно из тех кругов, которое не вовлечено в этот круг света. Обратите внимание, что вампиры, а вслед за этим оборотни, в массовой культуре уже превратились, вошли в этот круг света. То есть они стали эстетическими формулями. Сейчас нет никого более эстетического формули, а только хороший, замечательный какой-нибудь там вампир. В общем, сюжетно они очень сильно оформлены, то есть целая история огромная. Да, 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 и они не превратились. За ним, за всем этим скрывается лишь одно вот это постоянное движение, это отодвигание круга света. То есть превращение нежики в что-то приемлемое для нас. Но это момента предупреждения. Расширение, это не отодвигание, а расширение. Расширение круга света. Ты все время захватываешь эти сущности. Сейчас, чем зомби именно интересны? То, что мы сейчас подошли к тому, что скоро и зомби будут, по большому счету, приемлемы, а не кое-где стали уже приемлемы. По сути, те же самые зомби, вот был фильм какой-то с Уиллом Смитом, да, там вывели какое-то лекарство, и все радовались, она побеждала всегда рак, а потом выяснилось, что люди превращаются в каких-то гадких существ. Я-легенда это называется? Да, я-легенда, да, я-легенда. Ну вот. И у них уже появилось и мужество, и героизм, и интеллект, чего нет пока нормальной зомби еще в настоящем. А вот у них я-легенди, вот у этих существ, за простой стороны круга света, вся эта самая вещь развернулась в полном объеме. Вот, я-легенда. Это первый подход. Второй подход, о котором я хочу сказать, это чисто психоаналитический подход. Он состоит, все, что с нами не происходит, является отражением тех комплексов и болезней, которыми мы страдаем. Ну, например, мы думаем, что мы живем, фиг. На самом деле мы только и делаем, что ползем по вот этому самому родовому каналу, к сенке матки нас душат, и мы ползем туда к свету, и очень боимся от своего рая. Быть может, это делаем? Сказка о Золушке, сложно в сказке о Золушке не узнать попытку примечения девочки или мальчика. Она была раньше плохой девочкой и писала в штанишке, а теперь не писает. Это сюжет психоаналитический, сказки о Золушке. Согласитесь? Золушка, а когда она была плохой девочкой? В детстве. Нет. Она не была плохой. Нет, нет, в сказке Золушка, она вот сразу начинается с того, что она дико трудолюбива. Ну это понятно. На самом деле она хорошая, но писала в штанишке, да. Она не писала на штанишке. Да. А? Не писала на штанишке. Не писала. Это является символом, символом, понимаешь? Все, что те события, которые происходят в реальности, у тебя сюжет один, но он является символом с психоаналитической точки зрения того, что происходило за пределами твоего сознания. То есть либо это до своего рождения, либо в те первые месяцы или годы своего существования, когда ты их не помнишь. Поэтому есть искусство массовое, работает как психотерапия. Она состоит в том, что она, вот эти символические коды, символические, находящиеся по сознанию, она прикладывает и в символической форме укладывает их для себя. Я просто немножко в сторону сразу же отошел от рефлюктивной точки зрения. Ну, Хеллингер, вот это самое писание в штанишке, как он предлагает лечить один из способов, достаточно эффективный. Он состоит, что ты приходишь, и девочке рассказываешь сказку, что была принцесса, были там семь гновов, она в лесу там была, сидит, 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 она. И тут дождик пошел. Крыша подырявая, и способы вода сюда течет. Тогда она взяла, попросила гнова, подвела лестницу, и они всю эту крышу новой черепице покрыли, дождикой прекратился. Игорь, одно разрешение. Если бы это работало, никто бы не писался. Дети как писались, так писались. Так вот не писались, не писались. Я могу сказать, что это работает по той простой причине, что, если я не знаю, помните ли вы, что, например, в моем детстве было громадное количество заиков. Везде были заики. Я думаю, что еще сейчас нету. Нету. Ты когда видел последнюю заику? Я давно не видел. Мне кажется, все выросли и перестали заиками быть. Решили эту проблему. Нету их. А зомби увидели и сразу перестали заикаться. Да, это наверное. А у кого был личный опыт? Это все теоретически. У кого был личный опыт в встрече зомби? Снять ее. Я вообще... Для такой-то уровня скатываться. Обращение, я говорю-то совсем о другом. Я-то как раз хочу сказать, нахожусь в полностью символической ситуации. Никто же не встречался ни с вампиром, ни... У меня был опыт как раз. А у вас был зомби? Вот есть, конечно... Нет, у меня не были зомби. То есть я просто о зомби тогда не думал. Ну расскажите, интересно. Например, я был молодым человеком, я-то не знаю, лет 15-14. И я в воле случая оказался в настоящем лесу Абысовской ночью, в диком лесу. А нет? Я потерял армитацию. А что-то не рехнулся. Вот тут-то они начали вылазить. Очень страшно было, наверное. Да, а я еще не рехнулся. Нет, в натуре не то, что там шелестит. Кикимора разная пробежала. Да, в натуре я оставил лазвенную. Единственное, чертяки разные. Что делать-то? Нет, на это вы смеетесь и серьезно рассказываете. Очень серьезно рассказываю. И я нашел выход мне от зло, там, не знаю, какая-то историческая память, может быть, это вот то самое мифологическое мышление, о котором я уже... Круп причинили? А? Круп? А барберт сделать. То есть, как раньше леди спасались от этого. То есть, а ты же свит себя. Ну что, черт, и такие же ребят, но я свит, и нет. И как только вот это я понял, что я такой же, как они. Все как рокозненные. А я себя почувствовал хозяином леса. Бля. В натуре, да. Вот. И, в общем-то, все... Да. Я настолько стал уверен, что решил, а ну-ка, а может быть, я еще бексилы испытаю? Ну, по Кастаной делал. Знаете, да, наверное. Что? Что такое бег силы? Бексилы, ну, в смысле, быстрый бег какой-то? Нет. Ну, учитель Кастаной, да. Рассказывал. Бексилы, это когда ты, ну, той же самой ночью, не знаком, в Чищевье, не знакомой местности, закрываешь глаза и бежишь. Вот. И, поскольку, у меня была такая ситуация, что, в общем-то, полностью потерял ориентацию, непонятно что, и все сарапывается. Я решил, ну, вот, как раз, ну, вот, именно после оборота, вот, оборот совершился, и, мне показалось, что, в нужный момент, и, действительно, я побежал. Четко пописано, ни одной царапанной. Ну, там, конечно, может быть, повезло, да. Ну, реальный лес. Лес. Ну, вы видите, то, что, то, что говорит, это реальная встреча с чертовщиной. Да. Ну, здесь существует в культуре. Ну, просто, раньше человек с этим справлялся легко. Раньше было жить, кто жил в деревне, гораздо страшнее. Я деревня настоящая еще за 100. Вообще, какие там были разговоры, так вот, об этом вообще нет и разговоры были. Бабки об этом и рассказывали, да. То есть, это же там, вот, какие были русалки, лешие, это будто сказки. Нет, это реальность деревенских жителей еще нам сто лет назад. И как-то нам нормально не орехнулись. А почему? Потому что вот еще сохранялся этот оборот, да. Возможность отрисвления с природы, с реальностью, да. А национального человека, вот то, что ты говоришь, вот остается что? Вот отодвигать круги, там, кружева. Да, достаточно успешно, понимаешь? В этом смысле и лампиры уже перестали быть... То есть, мы живем в искусственном мире, на самом деле, который сами создаем, да. В котором уже вместо этих вещей... А не природе. И они существуют возможности. А нельзя это интерпретировать как просто воплощение основных страхов людей? Страх потерять свободу, именно в зомби. Страх смерти. Страх неизведанного прежде всего. Это ты говоришь о том, что я говорил о психоаналичной... Это какая-то матрелизация страхов неизведанного. Это... Тут как раз вот в зомби и с вампирами все понятно, что боятся. Или вот этот самый Годзилла, почему тоже... Тоже так же можно это против в качестве страха... Олеще такое большое идёт и даёт. Нет, но когда страх большой, то он очень легко макроизводится, удобно сказать. Здесь надо знать, что правильно говорить, что у людей есть некий рода страх, у которого нет объекта. Понимаешь, просто какой-то страх непонятный. Страх есть, а объекта нет. И нужно дать человеку объект, чтобы этот страх как бы перетек в рациональное русло, чтобы он понимал. Нет, я вот боюсь вот это. Я не просто как-то боюсь их внутри, содрогаюсь, а я вот конкретно вот этого боюсь. То есть вот тот страх безотчетный, который внутри нас, вот его называют ужас, да, ужас бывает не от чего-то, а ужас просто охватывает и все. Чтобы ужас перерос в страх. Потому что я вот боюсь вот, например, вот вампиров, я боюсь, например, зомби. А потом вампиров и зомби так заиграть, что вроде уже они не страшны. Да, как и со смертью. Лежишь, умираешь, а потом взял дело, заиграл и уже как бы и не заметил, как умер, в общем-то. Я-то как раз хотел на то внимание обратить, что массовое сознание именно боится в зомби страха манипуляции какой-то, то есть потери свободы, да, и боится смерти, что ли, да, а в вампире, ну, если так пофантазировать, боится. Я не знаю, я как раз зомби-то думаю, что она... Кровая конница же не именно буквально. Я уж не беру те времена, когда люди кушали друг другу. Может, оттуда ноги растут. Непонятно, откуда эти нежики появились и когда они появились. Ну, нежики очень много, но другое дело, что... Собственно, если там с другого племени могли прийти, тебя поймать и съесть... Да, это понятно. Они и были нежики, это понятно, да. Но другое дело, что как с этим человек попытается справиться. Я не думаю, что в собственном зомби состоит боязнь манипулирования, хотя это тоже, безусловно. А безусловно, эта проблема состоит, что ближние к тебе люди превращаются в врагов твоих. Вот это главный феномен, можно сказать. Собственно, зомби как таковых. Когда у тебя то, что у тебя рядом, и ты, говорят, к ним привык, и от них подлянки не ждешь, они подращаются... Так же и вампиры, и точно там еще. Ну да. Многие фирмы, это сильные с вампирами, и метратомия основаны. Оборотня, точно так же. То, что твоя подруга, твоя жена, мать, так и так далее, превращаются в вампиры. Да, и начинают тебя... И тебе надо как-то его убивать. Ну, на самом деле, ты не всегда живешь в этом ужасе, по сути. Всегда понимаешь, что люди ближние к тебе, враги твои. Ты всегда это делаешь. И поскольку это... Матопель психоаналитетического хочу интерпретаться. И поскольку это у тебя интерпретируется просто прямо так, перед тобой, то фильм про оборотня и зомби обладает мощным психотерапевтическим эффектом. А ангелы тогда тоже нежит. А где ты видел про ангела в фильме в последнее время? Ну, фильмы были, может, не в последнее время, но были. Были ли они популярны? Я вот про зомби, кстати, у меня есть... Тебе про зомби, я же еще раз. Держи, на круг света тебе не нужно отодвигать. Потому что ангелов нет, они тебе никому не нужны. Потому что они никому не опасны. Ангелы свете находятся, да. У меня на самом деле немного другая теория, почему именно зомби, зомби популярны. Ты знаешь? Да, можно и так еще. Суть вопроса, мне кажется, воззыва. Следующий, дело в том, что... Смотрите, если как бы убрать, исследовать, что такое зомби. Это зомби, у них единственный остается инстинкт, это пожирать. Они медленно ходят, и другие существа пожирают. То есть с ними невозможно договориться, у них отсутствует сознание. Это просто некого рода пожирающие сущности. Смотрите, вот человек, когда он обозревает вокруг себя, он даже, если видит врагов, то в каком-то отношении мы понимаем, что с врагами мы можем договориться, потому что враги, они такие же, как мы люди, они точно так же имеют сознание. И как-то так или иначе мы все-таки можем с ними войти в контакт и найти человеческий язык. То есть нам нечего бояться врагов, потому что враги, в общем-то, это хоть антиподы нам, но такие же, как мы люди. А единственные враги, с которыми на самом деле являются врагами, и с которыми уже невозможно договориться, это вот такие вот, допустим, да, такие вот пожирающие сущности. У них уже нету, как бы, возможности с нами договориться. Это вот антиподы в буквальном смысле слова. Да, и с которыми ничего, невозможно ничего сделать, которые только можно уничтожить. Или, скажем, от них убежать. То есть это вот та самая граница, вот у нас человек постоянно везде восстанавливает некоторые роды границы. Он устремлен к этим границам, он всегда стремится, как бы, достигнуть этих границ и понять, что же за ним лежит. И вот он, как бы, преодолевая эти границы, сначала он, допустим, преодолел границу, что такое враг, преодолел границу, ну, там, языковые границы, национальные, там, где-то границы территориальные, потом к звездам улетел, да, то есть границы планетарные и так далее. Вот расширяя вот эти горизонты, все равно, на самом деле, натыкаются такие границы, которые он уже не может преодолеть. Потому что, как бы, есть нечто, да, вот такое вот, просто темное, как темная материя такая, да, которая нам недоступна, которая существует и которая просто антипод в буквальном смысле. Вот одним из такой, как бы, вот, антиподов является зомби. И вот просто они в данном случае просто, как бы, олицетворяют вот нечто такое, что вот просто абсолютное, как бы, зло, да, вот, как бы. Пока. А? Пока. Ну, как бы, они же, потому что с ними невозможно договориться. Ну, во-первых, они тоже были абсолютным злом до определенного момента. Нет, я понимаю, что ты рассказывал о психотерапевтическом эффекте, а я говорю о метафизической составляющей, да, вот, что есть, на самом деле, в мире мы постоянно это ищем. Вот, некое абсолютное зло, понимаешь, вот, некий предел. Вот, помните, фильм был такой, пятый элемент, да, вот, там вот летела к нам какая-то штука, которая просто является абсолютным злом, которая невозможна договориться, которая просто хотела уничтожить жизнь, просто чтобы уничтожить. То, что, с нашей стороны, защитники жизни ведь тоже, как, о чем они говорили, жизнь важнее, да, всего, там, что надо сохранить именно жизнь, да, что там ни деньги не имеют значения, ничего не имеют, время значения не имеют, там, ничего не имеют значения, имеет значение только вот сохранение жизни. Потому что тот некий антипод, который летит, он хочет просто уничтожить и все превратить в безжизненное. То есть это как бы абсолютное зло. И так же и здесь. Есть некая граница, к которой мы постоянно стремимся и устремляемся, и хотим ее увидеть и как-то лицезреть. И вот зомби, мне кажется, это олицетворение этой границы, в частности. Не только зомби, но и еще вот это тело, которое в пятом элементе летит и уничтожит. И так далее. Вот этот некого рода перетекающий мифологический элемент нашего существования имеет. Мы так мир чувствуем. У меня тогда хорошо, если это такое константа нашего бытия, что могло бы быть аналогом зомби, допустим, в 19 веке? Что являлось? Чертель. Но зомби, они характерны тем, что это вирус. То есть это когда люди вдруг становятся и становятся их массовое явление, и когда человек оказывается перед лицом превосходящего. Да, но там тоже их же покусали, и они стали бешенными. Тоже такая вещь была. Нет, ну с чертями я такого не слышал. Да, но с чертями я такого не слышал. Чтобы целые города там ходили. Вампиров. Ведьма, ведьма. Абсолютно. Нет, это один персонаж, с которым надо бороться. А тут это некая сила, которую в принципе не перебороть, и она нарастает только. Ну это правильно. Разница здесь в том, что во-первых, зомби друг друга не едят. Они в одной стихии находятся. Это означает, что зомби принципиально отличаются от человека. Они хотят у них тоже человека, они не едят собак. Они не едят кошек, они едят только людей. Люди для зомби являются принципиальным, ну что ж скажем, противником. Это первое. Второе, зомби образуются из людей. Черти из людей не образуются, черти являются самостоятельными. Вампиры образуются. Вампиры... То есть черти вселяются в людей. Вселяются, но черти из людей не появляются. Нет, черти они самостоятельные. Черти они останутся одержимым, он своего рода... А зомби, зомби это сам человек преобразованный. Создание преобразованного человека. То же самое, как и вампиры, друг друга не кусают, и кровь вампира, я так понимаю, не такая же, она чем-то отличается, раз ее пить нельзя. В этом принципиальное отличие зомби, вампиров и так далее. Это принципиальная разница, это люди с людьми, только другими почему-то. Нет, я хочу сказать о том, что этот феномен очень недавно, то есть что-то поменялось, то есть раньше вообще ничего подобного. В общем, вампиры родились когда еще? В Польше в каком году? Да, это все сказки, это все придумано, деревенские сказки, да, не было ни разу такого массового феномена, ну а любование вот этим, то есть всегда это было отторжение, феномен любования есть что зомби, что вампиры, чем важно. И второе, не было ни в одной, я не могу припомнить, идеи вот этого массового нарастания, то есть это всегда был один персонаж Дракула, которого можно убить, это ведьма, которую можно жить. Там, допустим, ладно, сатанинская секта, но ее тоже можно изолировать, а здесь вот это нарастание массовое влияние, которое в принципе справиться невозможно. Я тоже согласен, что это явно, например, нарастание классовой борьбы по мнению построения социальной. Да, не, 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 а знаете, вот я неизвестно. Почему? Потому что у тебя, когда этот кок света раздвигается дальше, по закону, да, в следующем уме не жить, если это становится страшнее, опаснее. Нет, вопрос, почему это сейчас возникнет, почему до этого не было, хотя опасность вот туда. Да, слушайте, тут есть два плана, которые не нужно смешивать. Есть план того, что каким образом эти фигуры функционируют в массовой культуре. Это одна сторона дела. И вот ваши вопросы, Сергей, состоят в том, что почему этого раньше не было. По уважительной причине массовая культура родилась в начале 20 века. Все, до того ее просто тупо не было. Соответственно, и тех феноменов, которые сопровождают массовую культуру, тоже просто не было. Были исходный материал, из которого теперь массовая культура черпает немножечко, да, и что-то производит. Кстати, вся эти истории про графа Дракулу, они же тогда и родились. Я только сейчас вот вылетел у меня из головы замечательного этого автора, который он первым написал. А до того, ну да, было известно Влад Цепеш по празвищу Дракула, что значит Дракон. Исторический персонаж, да, что называется. Известно, почему его так звали. Про него все известно. Вот просто превратили его в такую именно фигуру вампирскую, буквально пьющего кровь. Вот все, в начале 20-30-е годы написали эту книжку и поперло. У меня вот только такая аналогия, честно говоря, возникла очень странная сейчас. На самом деле она связана по-настоящему с нашим временем и связана вот с этими процессами миграционными. И вот теперь представьте, я надеюсь, меня тут не выловят потом, ваххабиты. Чистая реальная аналогия зомби. Да, то есть идеология, которая абсолютно чужда, не приемлет, готова убить и заразна. То есть все больше людей подверженных. И феномен зомби, возможно, это подсознательное, опять-таки, насаждение толерантности, в принципе, не дает признать это. Это некий феномен, который не готов, ну, как бы, дверь конкурирующих тенденций. То есть, наоборот, на этой нерадости, вот эту самую проблему вытесняет подсознание. Да, потому что на уровне сознания не готовы, да, то есть, как бы, видят, что происходит, но не готовы признать, не могут признать. И чисто по психоанатической этой вещи, они на уровне метафрического протокола это дело возблизируют. И самое интересное, разрешает ведь уничтожать зомби, да, зомби же, как бы, это, можно уничтожать. И получается, что, если здесь возникает такая аналогия, что иные, как бы, там, не знаю, там, коллективы, да, выглядят как зомби и ведут себя в соответствии с зомби, то, возможно, их и уничтожать можно. Может быть, здесь все-таки и политическая подоплека есть. То есть, когда нам показывают зомби, нам хотят сказать, что вот иные людей, может быть, можно уничтожать. И, да, и вторая проблема... Почему уничтожать это с полной совестью, потому что они зомби. Нет, нет. Нет, нет, нет выхода из этой ситуации, их можно уничтожать, потому что, если ты их не уничтожишь, они тебя уничтожат. Выгодно. Правильно, но ведь это же, это же ведь манипуляция. Нам указывают на том, что есть какая-то группа, там, не важно, как они называются, которые ведут себя, как зомби, да. Мы смотрим фильмы и говорим, что, посмотрите, как они в фильме, какие они плохие, их можно уничтожать. Смотрите, как они уничтожаются в фильме. И если потом нам показывают, что эту группу уничтожают реально, да, то есть вот в нашей уже реальности, мы этому не удивляемся, мы считаем, что ну как, ну зомби же это, это же нормально их уничтожать. Ну да, типа террориально. Это понятно, почему люди это признают, почему это стало массовым, почему людям это стало интересно. Нет, это неинтересно, это значит, это манипуляция, та самая вот насаждение. Это с удовольствием смотришь? Это насаждение. Мне нравится? По поводу того, откуда это все происходит, значит, я просто договорюсь, что я хотел сказать о двух аспектах, да, о том, как это бытует в современной массовой культуре и то, откуда ноги растут. Вот я чуть-чуть договорил то, как бытует. В этом пункте я с Игорем, кстати, полностью согласен, что как раз основной механизм функционирования, все, что бытует в массовой культуре, становится все более гламурным, все более домашним. И в этом смысле примеры про одомашнивание вампиров или зомби. Самый классный пример, идущие, по-моему, до сих пор снимаются, уже несколько сезонов есть, каналом HBO снимается сериал True Blood, Истинная кровь. Там рассматривается ближайшее будущее, идея состоит в следующем, что изобретена некоторая сыворотка искусственная, которую вампиры могут пить. И тем самым они для людей становятся не опасны. Из-за этого они как бы легализовались. И в целом нормально существуют среди людей, ну, с той поправкой, что есть некоторая социальная напряженность. Вот как когда-то было признано в середине 20 века, что негры тоже люди, вот, и они постепенно обживались в социуме с проблемами, но обживались. Вот теперь эти новые чернокожие, это вампиры, которых так теоретически все признают, что они такие же граждане, но на практике там всякие тёрки происходят. Там такие тёрки всякие происходят. И вот уже несколько сезонов это вот одомашнивание вампиров как бы показывается в полном цвете. В этом пункте я с тобой совершенно согласен. Я немножко расхожусь в истолковании того, откуда это растёт. Растёт, на мой взгляд, это как раз из тех форм совершенно мифологического, нерационального отношения к миру, которые вот как бы на своей шкуре испытал Александр. Что имеется в виду? Имеется в виду, что это не выдумка, это не сказки. Это реально возможные, существующие для человека формы отношения к миру, в котором он действительно всё это переживает. Когда нежить оказывается, ну вот буквально пространственно от тебя отделённая. Ну вот, причём эта граница пространства, она как бы становится преодолима. Как у того же Гоголя, да? В акула то значит на ведьме едет, то ведьма на в акуле, и они там могут меняться местами. Или вот как Александр написал, да? Есть определённое как бы действие, которое ты совершаешь, если тебе хватает присутствия Духа, да? И ты как бы пробиваешь этот барьер непроходимый, казалось бы, до того между собой и нежитью. И чувствуешь себя нормально. Вот это совершенно метафизическое обстоятельство, то, что реально в человеческой природе заложена возможность такого отношения к миру, оно является фундаментом, почему это в принципе появляется в массовой культуре. Это непроизвольные выдумки. И в этом смысле я с тобой была, ты с ребятами, не согласен, в том смысле, что это не предмет манипуляции. Никто не манипулирует, а почему ты думаешь? Я категорически согласен, потому что на самом деле одно другому не мешает объективно. Что-то случайно появляется, а что-то специально появляется. Ты же сам сказал, что всё это появилось в 30-е годы, что это с рассветом этого самого Голливуда, да? Там вот пошли фильмы, в том числе мы ещё забыли космический аспект, да? Генбер Плоринс, нашествие марсиан, ещё та страшилка, между прочим, да? Вот, поэтому, конечно, есть некое объективное отличие, но отрицать использование того, что есть, целенаправленно, ну разве можно? Просто я это даже не спорю, просто как бы, у меня есть твёрдое убеждение, да я даже представляю примерно момент, когда это случилось. Если в 30-е годы это было всё стихийно действительно, да, стихийно развивался Голливуд, то всё это случилось в 40-м году, вот гениальное прозрение, когда Соединенные Штаты закончили очень успешно Вторую мировую войну, и они поняли, насколько это успешно, насколько успешно мобилизация населения, у них такого не было. Вроде единственная страна, которая не знала мобилизации, и вдруг они убедились, кризис, кризис, блин, там меньше десяти лет и такой взлёт, только за счёт мобилизации населения. И когда брак внешний пропал, ну нужно было что-то придумать. И в пустыне, не умею, приземлилась летающая тарелка. Марс атакует и прочие всякие такие вещи.